Доброе утро! Очень-очень давно я ничего не записывал про ножики, про всякое такое развлекаловку, потому что, ну как, не до того. Немножко, уже почти полтора года нам тут совсем не до того. Но все-таки сегодня хорошая погода, в принципе, неплохое настроение, и в парк выбрался, чтобы попробовать снова что-нибудь записать, посмотрим, получится, не получится. За это время у меня появились парочка ножиков каких-то, вот я попробую сегодня их показать, может быть, что-то даже рассказать. Кто у меня первым попадет? Вот. Первым попал вот такой вот малыш в руки, совсем крохотный. Тут клиночек чуть больше двух с половиной дюймов, хотя это вполне себе серьезный охотничий нож, скинер, сразу видно по насечкам, по форме лезвия. Вот. Очень маленький, удобный скинерочек. Это, естественно, китайская копия, это не оригинал. Вот. Не те сейчас времена, чтобы оригинал покупать. Вот. И копия неплохо сделанная, совсем неплохо. Вот. Из вполне приличной столюки. Вот. И, ну, в принципе, он отличается от оригинала, тем более сейчас оригинал, вторая версия вышла, с другой формой рукояти. Вот. Да, я все... Это копия бенчмейда. Ну, вот бабочку видно. Да. Вот. Модель типа должна называться Hidden Canyon Hunter. Да. То есть это один из самых маленьких скинерочков в серии Hunter у них. И хорошо, что товарищи китайцы потрудились сделать копию, потому что, ну, ножик толковый. Даже если его, естественно, не использовать по прямому назначению, да, то у меня тут шкуру сдирать не с кого. Вот. Тем не менее, даже как просто EDC ножик, компактный вот такой, горфикс, как любят говорить, да, то есть чисто ножичек на каждый день, чтобы был. Вот. Он вполне подходит. Может быть, немножко толстоватый клинок, хотя спуски почти от обуха, и, в общем-то, режет он все вполне культурно. Ножны тут такие интересные, тоже с бабочкой. Вот. Сделаны из нубука мягенького. В оригинале, я, насколько помню, там нормальная растишка такая, жесткая достаточно, а вот китайцы сделали из нубука. Вот. Сделано под горизонтальный подвес. Вот. Фиксированный горизонтальный подвес. Сделано с турникетом, что не очень удобно. Но это такая штука, что никто его резко выхватывать не собирается, да. Вот. Не тактикульно. Ну и хорошо. Ну вот. Естественно, из-за того, что размер ножа, все тут очень крохотное, то и подвес получился исключительно под узенький ремень. То есть я, пожалуй, даже, хотя, может быть, джинсовый ремень сюда и воткнул бы. Ну, не пробовал. Вот. В принципе, вполне будет настроение и время, да, могу сделать к нему, например, кайдексные ножны. Такие, городские. Можно будет попробовать. И вообще, тут абсолютно разборный монтаж. Все на резьбовых стяжках, без смолы. И можно поэкспериментировать, сделать другие накладки. Он достаточно тяжеленький получился, потому что у него абсолютно нет здесь облегчения. То есть хвостовик цельный. В нем единственное два отверстия под резьбовые стяжки и все. Вполне, невзирая на то, что сталь каленая, карбидной фрезой, вполне можно выбрать облегчение в этом хвостовике. Хотя, конечно, уйдет довольно много времени, да. Но можно попробовать. И, соответственно, сделать накладки здесь тоже довольно тяжелые, потому что это композитный материал на основе древесины. То есть древесный шпон под прессом, собранный на... Ну, склеенный смолой. И, в общем, все вместе получилось. Ну, так, приятная такая тяжесть вот в руке. Но если его использовать именно как городской, то можно его и облегчить. Ну, вот. Значит, какие у меня тут деревяшечки есть. Ну, вот. Заводская заточка очень даже приличная. Вот это мы клен строгаем, да. Старый сухой клен. Грызет аж заворачивается. Без перчатки, без ничего. Невзирая на такие маленькие размеры, рукоять достаточно пухленькая и достаточно удобная. Если им нарезать какую-то еду, то, может быть, вот этот вот выступ будет мешать. К доске резать, скажем так. Но ничего критичного, в общем-то, я тут не вижу. Вот. форма клинка, понятное дело, скиннерная, классическая абсолютно, с двумя насечками для, собственно, скиннерной работы, да. в городе эти насечки нафиг не нужны. Снять их минутное дело на гриндере, но зачем? Красиво ведь. Вот. Так, клен, видно, как грызет. Давай, мы не будем размениваться на абрикосы и вишни, а возьмем самое страшное, это этот самый сирень, да, сирень, твердющая, тяжелющая, плотная, и попробуем. Я не пробовал еще. Ну, в принципе, в принципе, даже неплохо. Понятное дело, что нож абсолютно не предназначен для того, чтобы что-то строгать, но при необходимости вполне может вот даже по сучку поехать, перерезать сучок тоже, тоже может. Хотя, вот как раз если хорошо упираться, хотя нет, даже вот это вот крупная насечка, она не мешает, хотя она немножко выступает за пределы рукояти, за пределы накладок. То есть, вот такой вот малыш, вот. Я не сильно помню, какая тут заявлена сталь. То ли... Не, не помню, не буду брохать. ничего они не написали, товарищи китайцы, вот, но по ощущениям она режет как обычная китайская D2, да, вот, и посадить ее быстро вряд ли получится, вот. Я, насколько помню, я его давно уже покупал, вот, и прилично все забыл уже, но кажется, что здесь китайцы заявляли какой-то свой порошок. Вот. Родная сталь тут вообще типа М390 или что-то такое, белерская. вот, китайцы тоже заявили что-то из своих порошковых стали. Я не знаю, ну, это, в общем-то, не имеет значения. Я уже как-то перестал сильно напрягаться насчет стали, потому что толково сделанный нож, ну, сейчас нет хреновых стали. Вот, прошло то время, когда были там какие-то пластилины, на клинок ставили. То есть, даже самый-самый китайский какой-нибудь 8-хром-13 молибден ванадий, он сейчас стал очень даже приличный. И его хорошо термичат. Это не кустарщина, это заводская абсолютно работа. Так что париться по этому поводу как-то не вижу необходимости. Вот. Ну, в общем, вот такой малышок. если его рассматривать с точки зрения привычного использования, может быть, здесь немножко, хотя нет, фаски сняты, ничего, оно никуда не упирается. То есть, вот, если я его возьму вот таким хватом, что-нибудь потыкать куда-нибудь, да, то ничего страшного не происходит. Железка это никак не травмирует ладонь. Все с ней в порядке. Вот такие. Ладно. После большого перерыва попробовал записаться, но посмотрим, что получится. Все. Счастливо. Продолжение следует...